на ютубе все поголовно вяжут бурнелла кучинели наверное это стильно современно и очень дорого а почему бы и нам с вами не связать какую-нибудь трендовую вещичку в стиле кучинели предлагаю связать топ жилет реглан погоном снизу вверх по образу и подобию кучинелевской знаменитой безрукавки с ромбами берем пряжу baby cotton фабрики газал примерно 4 моточка по 50 грамм на размер м спицы обязательно понадобятся начинаем вязание снизу красивым ажурным узором в стиле париж можете связать любым узором хоть сеткой хоть ромбами хоть листьями важен силуэт реглан погон уверена что реглан погон снизу вы еще не пробовали заинтригованы хотите попробовать тогда досмотрите мой мастер-класс до конца заранее спасибо за просмотры подписывайтесь на мой канал жду ваши лайки или дизлайки за комментарии особая благодарность друзья не дайте пропасть моему каналу для образца узора я на набрала 20 петель раппорт узора у нас 8 петель и по 5 петель в начале вернее перед рапортом и 5 петель после рапорта поняли да и так начинаем вязание с первого ряда кромочную петлю мы снимаем далее вяжем одну лицевую петлю далее 2 вместе лицевой с наклоном влево это петли симметрии еще 2 лицевых 1 2 и 1 накид провязали петли 7 и теперь сначала раппорта мы вяжем 1 накид 2 лицевых 1 2 2 вместе лицевой с наклоном вправо далее 2 вместе лицевой с наклоном влево еще 2 лицевых и 1 накид все раппорт закончился если когда мы будем вязать наш наше изделие мы будем дальше продолжать вязание раппорта а начинаются они вот отсюда накид 2 лицевых 2 вместе лицевой вправо 2 вместе лицевой влево 2 лицевых накид и раппорт закончился теперь петли симметрии после раппорта накид 2 лицевых 1 2 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 лицевая все мы довязали с вами первый ряд провязали раппорты и петли симметрии до раппортов и после теперь поворачиваем вязание на изнаночную сторону мы повернули вязание на изнаночную сторону все четные ряды 2 4 6 8 и так далее вяжутся изнаночными петлями кроме накидов посмотрите вот у нас два накида 1 накид мы провязываем изнаночной петлей 2 накид мы провязываем лицевой петлей если вы не хотите чтобы у вас была такая большая дырка провязываете 1 накид из 1 накида вывязывайте 2 петли ну а дальше мы вяжем точно также изнаночными петлями этот момент я вам вот сейчас показала вы запомнили и впредь я его постараюсь не задерживать ваше внимание и не показывать посмотрите еще раз 1 накид мы провязываем изнаночной петлей 2 накид мы провязываем лицевой дальше все продолжаем вязать изнаночными петлями вяжем третий ряд третий ряд вяжется точно так же как и 1 это только в начале вязания здесь у нас будет 13 рядов которые больше нигде вне 12 рядов которые больше нигде повторяться не будут поэтому сейчас незачем это особо так запоминать просто провязываем 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево далее еще 2 лицевых раз 2 1 накид теперь сначала раппорта 1 накид 2 лицевых 1 2 2 вместе лицевой с наклоном вправо далее 2 вместе лицевой с наклоном влево еще 2 лицевых 1 2 и 1 накид провязали раппорт закончился теперь петли симметрии в конце после раппорта 1 накид 2 лицевых 1 2 2 вместе лицевой с наклоном вправо петли мы разворачиваем и провязываем их вместе лицевой скрещенной и еще одна лицевая в конце ряда все мы провязали с вами третий ряд теперь мы повернем вязание на изнаночную сторону и будем вязать четвертый ряд после чего мы провяжем пятый шестой седьмой восьмой девятый десятый одиннадцатый и двенадцатый ряд по схеме узора первого ряда запомнили а с 13 ряда мы уже начнем вязать дальше у нас немножечко будет меняться наш узор так вяжем 13 ряд я не стала вязать все все вот это поскольку это все всего лишь образец узора в тринадцатом ряду мы вяжем петли симметрии до раппортов это 1 лицевая 1 накид 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжите как вам удобно так далее 4 лицевых вернее 2 лицевых это петли симметрии вот посмотрите мы провязали петли петли симметрии еще раз повторюсь лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево еще одна лицевая и еще одна лицевая далее мы вяжем сначала раппорта 2 лицевых 1 2 после этого 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали и 1 накид вернее 2 накида 1 накид и еще 1 накид после этого мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевых 1 2 все раппорт закончился давайте я повторю еще раз сначала раппорта мы провязываем 2 лицевых далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 накида 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевых теперь петли в конце раппорта в конце ряда 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид и 1 лицевая провязали поворачиваем вязание на 14 ряд и вяжем 14 ряд как обычно изнаночными петлями но не забываем что мы в начале вот здесь вот в петле симметрии мы накид провязываем просто изнаночной а там где у нас двойной накид то мы вяжем его изнаночной и лицевой петлей сейчас еще раз показываю вот смотрите 2 накида мы провязываем изнаночной и 2 накид лицевой петлей все теперь мы вяжем продолжаем вязать дальше изнаночный ряд вяжем 15 ряд кромочную петлю мы снимаем петли симметрии до раппорта у нас 1 лицевая 1 накид еще одна лицевая далее 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая это петли симметрии в начале ряда теперь петли раппорта 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая и 2 накида 1 и 2 теперь с этой стороны продолжаем вязать раппорт лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая все раппорт закончился видите у нас расходятся как бы убавление идут в эту сторону и в эту сторону а между ними накиды так все мы довязали раппорты до конца теперь вяжем петли симметрии в конце ряда это у нас одна лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая 1 накид и еще одна лицевая все мы с вами довязали 15 ряд теперь поворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем 16 ряд изнаночными петлями здесь в начале ряда накид мы провязываем изнаночной а посередине в раппортах мы накид провязываем изнаночной и лицевой петлей посмотрите еще раз изнаночной 1 накид а второй накид мы провязываем лицевой петлей и продолжаем вязание вяжем 17 ряд кромочную петлю мы снимаем далее провязываем одну лицевую петлю 1 накид 2 лицевых 1 2 2 вместе лицевой с наклоном влево и это петли симметрии петли симметрии мы связали теперь сначала раппорта мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо вот эти петли разворачиваем дальше 2 лицевых 1 2 1 накид еще 1 накид еще 2 лицевых далее 2 вместе лицевой с наклоном влево все закончился наш раппорт продолжаем вязание петель в раппортах и в конце петли симметрии это 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 лицевых 1 2 и 1 накид и еще одна лицевая мы довязали с вами 17 ряд вот 17 ряд вы видите да хорошо видно 18 ряд мы провязываем изнаночными петлями и не забываем что в раппортах у нас вывязываем изнаночными петлями и вяжем 19 ряд сначала ряда мы провязываем петли симметрии это одна лицевая 1 накид 2 лицевых раз-два 2 вместе лицевой с наклоном вправо в семнадцатом ряду было наклоном влево сейчас наклоном вправо все это петли симметрии в начале ряда теперь сначала раппорта мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево далее 2 лицевых 1 2 2 накида 1 2 еще 2 лицевых и 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали и раппорт закончился теперь петли симметрии в конце ряда это у нас 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых 1 накид и 1 лицевая кромочную петлю провязываем лицевой так если мы вяжем в круговое вязание у нас то мы все вот эти вот петли в изнаночных рядах провязываем лицевыми а сейчас двадцатом ряду мы вяжем просто изнаночные петли вяжем 21 ряд 21 ряд вяжется точно так же как 19 кромочную снимаем петли симметрии в начале ряда 1 лицевая 1 накид 2 лицевых 1 2 далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо еще 2 вместе вернее это петли симметрии закончились теперь начало раппорта 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых 1 2 2 накида еще 2 лицевых и 2 вместе лицевой с наклоном вправо и раппорт закончился это двадцать первый ряд еще раз напоминаю теперь мы вяжем петли симметрии в конце ряда 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых 1 2 1 накид 1 лицевая и кромочная петля все провязали 21 ряд вот посмотрите что получается у нас в результате теперь поворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем двадцать второй сейчас мы будем вязать двадцать третий ряд он вяжется точно так же как девятных двадцать третий ряд кромочную снимаем петли симметрии 1 лицевая накид 2 лицевых далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо и закончились петли симметрии так вот видите да теперь сначала раппорта мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых 1 2 2 накида еще 2 лицевых и 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали после этого мы вяжем петли симметрии в конце ряда это 2 вместе лицевой с наклоном влево в принципе это тоже продолжение раппорта в но только здесь 1 накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых накид и 1 лицевая и 1 кромочная петля провязываем ее лицевой все поворачиваем вязание и вяжем 24 ряд изнаночными петлями не забываем провязывать 2 накида в центре раппорта изнаночной и лицевой петлей 25 ряд в двадцать пятом ряду узор немножечко меняет свое направление кромочную петлю мы снимаем теперь здесь сначала раппорта мы правда вернее сначала рядом и провязываем петли симметрии это 3 лицевых 1 2 3 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 накид это были петли симметрии дальше мы вяжем 1 накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 4 лицевых 1 2 3 4 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 накид все раппорт закончился дальше мы вяжем еще один накид в конце ряда 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 и 3 лицевых 1 2 3 так провязали закончился ряд и поворачиваем вязание двадцать шестом ряду мы точно так же как и в предыдущих четных рядах все вяжем изнаночными петлями здесь вот эти две петли мы провязываем одну изнаночной а вторую лицевой понятно да вот так вот и классическим способом я провязываю эту петлю для того чтобы ее не разворачивать 27 ряд кромочную снимаем сначала рядом мы провязываем 2 лицевых петли 1 2 далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали после этого вяжем одну лицевую петлю и 2 накида 1 вернее 1 накид это закончились петли симметрии теперь сначала раппорта мы провязываем 2 накид 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых 1 2 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая и 1 накид провязали дальше петли симметрии в конце ряда накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевых 1 2 все ряд закончился у нас вот посмотрите пожалуйста поворачиваем вязание на 28 ряд и вяжем изнаночные петли вяжем 29 ряд кромочную снимаем теперь сначала рядом и провязываем одну лицевую 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 лицевых 1 2 и 1 накид это петли симметрии теперь сначала раппорта мы вяжем 1 накид 2 лицевых петли 2 вместе лицевой с наклоном влево провязали после этого 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 лицевых 1 2 и 1 накид это закончился наш раппорт теперь в конце ряда мы вяжем петли симметрии 1 накид 2 лицевых 1 2 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая поворачиваем вязание на 30 ряд и вяжем изнаночные петли и не забываем про 2 накида 2 накида мы провязываем 1 накид изнаночной петлей вот так вот а второй накид лицевой я вам напоминаю на всякий случай возможно кто-то забыл провязали 30 ряд теперь вяжем 31 ряд кромочную снимаем петли симметрии 2 вместе лицевой с наклоном вернее 1 лицевая сначала ряда 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых 1 2 и 1 накид это закончились петли симметрии теперь сначала раппорта 1 накид 2 лицевых 1 2 далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо не влево как предыдущем ряду а вправо далее 2 вместе лицевой с наклоном влево так 2 лицевых 1 2 1 накид закончили вязание раппорта в 31 ряда петли симметрии в конце ряда 1 накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая в конце ряда поворачиваем вязание на изнаночную сторону вяжем тридцать тридцать третий ряд вяжется точно так же как тридцать первый в начале ряда 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево далее 2 лицевых 1 2 и 1 накид это петли симметрии в начале ряда теперь 1 накид сначала раппорта 2 лицевых 1 2 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых 1 2 и 1 накид далее а еще один накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 лицевая петля провязали теперь 1 кромочная и ряд закончился это был 33 ряд дальше нам нужно провязать будет 34 35 и 36 ряд 35 ряд вяжется точно так же как 31 и 33 а затем мы начнем вязание с 13 ряда не с первого а с 13 ряда и у нас все время будут повторяться вот такие вот замечательные красивые листочки продолжим вязание самостоятельно провяжем эти ряды если вам понравился мой узорчик то пожалуйста применяйте его в своей практике мы с вами провязали от начала вязания вместе с резинкой 25-30 сантиметров, но не более, поскольку плечи у нас занижены. Теперь нам нужно разделить вязание на две части и вязать вперед и спинку поворотными рядами отдельно, но от двух клубков, то есть я буду одновременно вязать и вперед и спинку. Сейчас я покажу, как это делается. Обязательно подгадайте, чтобы у вас был провязан четный ряд, изнаночный, скажем так, и начиная с нечетного ряда, мы начнем наше разделение. Вот это у нас начало ряда. Мы провязываем последнюю петлю, маркер перебрасываем, но временно, чтобы отметить, какой у нас ряд. Теперь мы вяжем, продолжаем вязать по рисунку, по схеме узора. У меня это 27 ряд, какой у вас, я не знаю, но, возможно, также 27 ряд. Я вяжу просто по схеме узора. Мне нужно довязать вот эту половинку, там, где у меня висит маркер, то есть я на две части делю свое вязание. Довязываем петли первой половинки. Вот здесь у нас маркер. Я его пока не буду убирать, поскольку поначалу вязание незаметен переход. Теперь мне нужно взять вторую нитку, и я буду вязать этой ниткой дальше. Смотрите, беру нитку, присоединяю ее, и продолжаю вязать этой ниткой. То же самое. Закончили вязание, здесь у нас начало ряда. Я провязала 27 ряд, теперь мне нужно вязать 28 ряд. Я поворачиваю вязание на изнаночную сторону, и продолжаю вязать вот эту вот часть, то ли это спинка, то ли вперед, в принципе, это не суть важно. Кромочную я вяжу всегда лицевой петлей, кромочную снимаю, и все петли я вяжу изнаночными. Мы повернули вязание на изнаночную сторону, и продолжаем вязать с изнаночной стороны по схеме узора. Смотрите, мы провязываем изнаночными петлями до накида. Накид нам нужно связать одну петлю изнаночной, а вторую, второй накид, лицевой петлей, ну, как мы и вязали по образцу узора. И дальше все-все у нас по рисунку. То есть изнаночные петли, а накиды мы провязываем изнаночной петлей и лицевой. Надеюсь, вы не забываете об этом. И таким вот образом мы довязываем нашу эту половинку, допустим, это у нас вперед, мы его провяжем, и затем продолжим вязание спинки уже от другого клубка. Точно так же, как мы только что, вот я вам показывала, как мы вяжем от двух клубков. Довязываем петли переда. Вот у нас начиналась наша нитка. Кромочную я провязываю лицевой петлей. Нитку нужно закрепить, чтобы она не выскакивала. Ну, теперь я маркер просто могу убрать. Здесь уже видно, где начинается, где заканчивается. Эту ниточку я убираю. Беру теперь вот эту вот нитку и начинаю вязать изнаночный ряд по спинке, петли спинки. Кромочную я снимаю, ну, а дальше вяжу все по рисунку. Здесь опять-таки не забывайте выполнять двойной накид изнаночной петлей и лицевой. Довязали изнаночный ряд. Таким образом, мы с вами провязали два поворотных ряда. Провязали петли спинки и петли переда. Затем повернули вязание и провязали петли переда, а затем петли спинки. Вот это у нас петли спинки. Начало ряда. Теперь мы должны повернуть вязание на лицевую сторону и начать вязание уже третьего поворотного ряда. Если бы мы вязали вкруговую, то мы бы продолжали вязание от одного клубка. А так мы вяжем две вот эти вот части от разных клубков. Надеюсь, это понятно. Сейчас я буду вязать 29 ряд, поскольку два ряда я провязала, 27 и 28. Теперь вяжу 29 ряд просто по схеме узора. Если у вас вдруг не хватает петли симметрии, то можно ее прибавить. Вот здесь вот, например, у меня недостает одной петли, поскольку одна петля в кромочную ушла. Я просто прибавляю из протяжки вот таким вот образом и в конце этого ряда я выполню точно так же прибавление. А дальше я вяжу по схеме узора. Заканчиваем вязание петель спинки. Здесь я добавляю еще одну петлю симметрии, беру ее из протяжки и провязываю лицевой. И кромочную петлю провязываю лицевой. И теперь, как вы понимаете, я этот клубочек убираю, беру следующий и начинаю вязать петли переда. Все то же самое. Давайте еще раз повторим все вместе. Мы сняли кромочную петлю, теперь мы прибавляем одну петлю симметрии. Вот так вот прибавили. А дальше мы вяжем по схеме узора. Можно даже эту петлю не прибавлять, просто не провязывать две вместе лицевой. Но я хочу сохранить рисунок, поэтому прибавляю. Дальше я вяжу по схеме узора петли переда до конца ряда. А дальше я должна буду повернуть путь на поворотный ряд и вязать с изнаночной стороны. Мы заканчиваем лицевой ряд, довязываем петли переда по схеме узора. Здесь я делаю еще одно прибавление, прибавляю еще одну петлю, в конце ряда кромочную провязываю лицевой. Теперь, поскольку мы провязали один поворотный ряд, петли спинки, вот они у нас здесь начинались, и петли переда, нам нужно повернуть вязание на изнаночную сторону и провязать второй поворотный ряд. Если бы это было круговое вязание, мы бы не поворачивали вязание, а вязали, продолжали бы вязать дальше петли спинки. Мы повернули вязание на изнаночную сторону и вяжем изнаночными петлями следующий поворотный ряд. Это у меня четвертый ряд, который я вяжу вместе с вами. Не забываю выполнять двойной накид, это очень важно. И вот таким образом мы будем вязать до того момента, где нам нужно будет объединить вязание и провязать одновременно плечи, выполняя убавление. Своеобразный такой реглан-погон у нас будет. Поэтому, если вам интересен этот момент, то дождитесь обязательно, я вам подробненько все покажу. мы с вами вязали от двух разных клубков вперед и спинку отдельно поворотными рядами, пока глубина пройм не достигла у нас 18 сантиметров. Я провязала 18 сантиметров в высоту от начала проймы. Теперь мне нужно объединить вязание. Объединить и вязать реглан-погон. Это так называемый реглан-погон, который вяжется снизу. Реглан-погон мы будем вязать, он будет представлять из себя две петли. Две петли справа, две петли слева по плечам. И убавление мы будем выполнять. Сначала будем три раза убавлять в каждом первом ряду, в третьем ряду и в пятом ряду, а затем уже пойдем убавлять в каждом ряду. Вот эти вот две петли нам нужно прибавить, вначале прибавить. И как это сделать? Я лично буду делать следующим образом. Вот это у меня кромочная петля, я ее снимаю не провязывая. Это у меня спинка, вот начало спинки. Я ее снимаю не провязывая. Теперь я поднимаю, уберу пока этот счетчик рядов, я поднимаю вот эту вот петлю и из нее провязываю лицевую скрещенную, выполнив таким образом прибавление. А вот эта петля у меня идет в линию реглана, в реглан-погон. Это с этой стороны одна петля, и в конце ряда мы прибавим точно так же еще одну петлю, а вот эта вот кромочная пойдет у нас в реглан-погон. Дальше мы вяжем спинку, петли спинки по узору. Дальше мы вяжем спинку по узору. Довязываем петли спинки. Здесь в конце ряда так называемого, смотрите, вот у нас петля перед кромочной, а это кромочная. Я должна поднять из перемычки прибавку. Вот смотрите, я беру вот эту вот перемычку, навешиваю ее на спицу и провязывая за заднюю стенку лицевую петлю. Я выполнила прибавление. Эту кромочную я провязываю лицевой. Это у меня петля регланной линии. Далее я той же ниткой продолжаю вязать петли переда. Здесь я когда закреплю, она не будет расходиться. Провязываю петли переда, провязываю первую петлю лицевой. Это у меня получается вторая петля реглана. Вот они, две вот этих петли. Это петли регланной линии. Дальше я выполняю прибавление точно так же, как и по петлям спинки. Вот здесь вот я поднимаю петлю и провязываю ее лицевой скрещенной с наклоном вправо. И дальше я все петли вяжу по рисунку, по схеме узора. Это, напоминаю вам, у нас вперед петли переда. Мы должны довязать вперед до конца, выполнить прибавление и объединить, опять-таки, объединить эти петли с петлями спинки. Довязываем лицевой ряд петли переда. Здесь опять у нас прибавление. Смотрите, провязываю предпоследнюю петлю лицевой, затем вот эту вот перемычку поднимаю. Вот таким вот образом подняла, навесила и за заднюю стенку провязываю лицевой скрещенной. Вот эта петля регланной линии, я ее провязала. Теперь у меня здесь будет маркер. Я его сейчас навешу. Нет, сейчас не буду навешивать, я потом навешу его. Я продолжаю вязать. Это у меня изнаночный ряд, второй ряд. Поскольку вязание круговое, я вяжу все петли лицевыми, все петли вяжу лицевыми, а затем в следующем ряду я обнулю счетчик, то, что касается реглана, реглана погона, я обнулю счетчик, а вот эти я буду петли вязать по схеме нашего узора. Продолжим вязание. Изнаночный ряд, напоминаю, здесь у нас мы провязываем петлю лицевой и изнаночной. Вы помните, как мы вязали с вами узор. Из двух накидов мы вывязываем лицевую и изнаночную петлю. Мы с вами провязали один круговой ряд. Вот это последняя петля ряда. Здесь я навешиваю маркер. Это счетчик рядов и маркер. С противоположной стороны я, как и ранее, навешу красненький маркер, чтобы отделить петли спинки и петли переда. Теперь в первом этом ряду, допустим, это у нас первый ряд, и мы будем выполнять первое наше убавление. Вот эту петлю я разворачиваю, вернее, вот эту петлю я снимаю. Это петля реглана. Следующую провязываю лицевой и через нее перебрасываю снятую петлю. То есть я провязала две вместе лицевой с наклоном влево. Дальше я вяжу все по схеме узора. Если вы вспомните схему узора, какой у вас ряд, у меня 29-й в данный момент, и я вяжу по схеме узора. Довязываем петли спинки до линии реглана. Вот они, наши две регланные линии. И здесь я выполняю первое убавление, провязывая две вместе лицевой с наклоном вправо. Провязала. И теперь тут же провязывая две вместе лицевой с наклоном влево. Первую петлю снимаю, вторую провязываю и перебрасываю через нее снятую петлю. Все. Мы выполнили с вами убавление. В начале ряда мы убавили одну петлю по линии реглана. Теперь здесь убавили вправо. Вправо. И еще один раз влево. И нам осталось в конце вот этого вот ряда, это петли переда, мы выполним еще одно убавление. Убавим еще одну четвертую петлю. Таким образом, в одном круговом ряду нам необходимо будет убавлять все время по четыре петли. Как я вам уже говорила, мы довязываем петли переда и здесь вот эти вот две петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязываю по рисунку. Чуть-чуть тут не сбилась. Так. Вяжу по схеме узора. И теперь вот эти две петли я провязываю лицевой скрещенной. И таким образом я убавила четвертую петлю в первом круговом ряду. Далее я вяжу изнаночный второй ряд, ну скажем так, второй, без убавлений. Затем в следующем лицевом ряду я должна буду выполнить еще одно убавление, убавить четыре петли. Затем провязать четвертый ряд без убавлений. В пятом ряду еще раз убавить четыре петли. И в шестом ряду, уже в шестом ряду я выполню следующее убавление. Сейчас мы самостоятельно довяжем пятый ряд и я покажу вам в принципе, что собой представляет шестой ряд и объясню, что нам делать дальше. Сейчас я довязываю пятый ряд. В конце ряда я выполняю убавление. Это третье убавление, то есть в результате трех убавлений мы убавили двенадцать петель. Трижды в круговых рядах. В первом, в третьем и вот сейчас в пятом. Теперь мы будем убавлять в каждом ряду. И в четном, и не в четном. Вот сейчас я вяжу шестой ряд. И с самого начала я выполняю первое убавление. Убавила с наклоном, провязав две вместе с наклоном влево. Далее я провяжу петли спинки, убавлю две вместе с наклоном вправо и влево. Выполню еще одно убавление, вот такое же, с противоположной стороны. И здесь, в конце шестого ряда, я убавлю еще раз четвертую петлю. Надеюсь, это понятно. И так мы будем все время вязать наши ряды и выполнять убавление в каждом ряду. Просто в каждом ряду. До того момента, когда нам нужно будет перейти к выполнению анатомического ростка. Здесь мы будем делать именно анатомический росток. Не забывайте об этом, поскольку нам нужно, провязывая анатомический росток, связать примерно от 8 до 10 рядов, но не менее. Поэтому считайте, сколько вам нужно будет убавить здесь по линиям реглана в реглан погоне мы будем убавлять в каждом ряду по 4 петли. Посчитайте, чтобы у вас осталось примерно по 40 петель с каждой стороны, со стороны переда и со стороны спинки. Сейчас два слова теории. Без теории никуда, хотя я ее не люблю. Значит, вот у нас горловина. Это реглан погон. Прибавление мы выполняем в начале погона, в конце, в начале, в конце, в каждом ряду. В лицевом, в изнаночном, в каждом ряду. Но горловина. Мы будем вязать анатомический росток. Прежде всего, мы находим центр переда. Вот я обозначила вот такой вот точкой центра переда. И от этого центра мы отсчитываем по 7 петель вправо и влево. Получается 14 петель в центре. Далее, мы начинаем вязание вот от этой точки. Это у нас начало ряда. И вяжем вот до сюда. Вот видите, до первой точки разворота справа. Затем мы поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Вяжем с изнанки в направлении первой точки разворота слева. вот она. Это седьмая петля с левой стороны. Так, провязали изнаночный ряд. Теперь мы поворачиваем вязание на лицевую сторону и вяжем лицевой ряд в направлении второй точки разворота. Вот сюда. Вот 4 петли. Мы отсчитываем от этой точки 4 петли и остановились. Это у нас вторая точка разворота справа. Теперь от второй точки разворота справа мы поворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд. Приближаемся ко второй точке разворота слева. Здесь тоже мы не довязываем 4 петли. Надеюсь, это понятно. Поворачиваем вязание на лицевую сторону и вяжем в направлении третьей точки разворота. Здесь мы не довязываем 3 петли. Это у нас третья точка разворота справа. Вот она. И поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Вяжем по изнанке и приближаемся опять-таки к третьей точке разворота, но уже слева. Слева. Здесь мы также не довязали 3 петли и поворачиваем вязание на лицевую сторону. Вяжем в этом направлении. Не довязываем 3 петли И это у нас четвертая точка разворота справа. От четвертой точки разворота справа мы поворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд до четвертой же точки разворота, но уже слева. Здесь мы также не довязываем еще три петли. Поворачиваем вязание на лицевую сторону и не довязывая три петли, вот от этой четвертой точки мы довязываем до пятой точки разворота. Это у нас уже последняя пятая точка разворота. Не довязали три петли, повернули вязание на изнаночную сторону и здесь вот с левой стороны мы опять не довязали три петли. это пятая точка разворота слева все дальше мы поворачиваем вязание на лицевую сторону и вяжем до начала ряда вот до начала ряда и здесь уже с начала ряда мы провязываем 1 ряд вводим в работу вот эти петли с ножками которые у нас образовались на поворотах вводим их в работу и опять в начале ряда мы уже начинаем вязать нашу резиночку как вязать резиночку как вязать вот это вот все я вам сейчас подробно покажу желаю всем приятного и плодотворного просмотра надеюсь теории нам все понятно теперь давайте непосредственно на практике разберемся смотрите вот это у нас вперед нашего нашей безрукавки вот это центр изделия у меня здесь всего по окружности 132 петли по 66 петель вперед и 66 петель спинка и я разделила эти 66 петель напополам отметила центр желтеньким маркером теперь вправо и влево я отсчитываю по 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 отсчитала вязать им я начну вот отсюда здесь у меня начало ряда и буду вязать вот до этого маркера такой момент очень важный начало ростка очень важно начинать именно с лицевого ряда то есть мы провязали один круговой ряд лицевыми петлями у нас нет ни накидов не по 2 вместе все ровненько и мы начинаем делать росток вязать росток и так давайте мы начнем вязание вязание и довяжем вот до этого маркера здесь у нас будет 1 . разворота 1 . разворота начинаю вязание самого начала вот это у меня начало ряда кругового ряда здесь у меня линия реглана вы помните что по линиям реглана мы убавляем в каждом в каждом ряду вот лицевой изнаночный ряд мы в начале переда вяжем 2 вместе лицевой и в конце переда также показываю в начале ряда мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево далее мы все петли вяжем по рисунку по схеме узора я имею ввиду продолжили вязание от начала ряда и довязываем до вот этого вот сиреневого маркера здесь я уже как бы на подходах вот к этому месту я по схеме узора не вяжу поскольку на поворотах мне не нужно чтобы были лишние накиды последнюю петлю в лицевом ряду перед поворотом я всегда провязываю лицевой запомните если это изнаночный ряд то всегда провязывается петля изнаночной маркер я убираю теперь поворачиваю вязание нет даже маркер этот я убирать не буду он у меня обозначает центральная 14 петель поворачиваю вязание на изнаночную сторону и теперь мне нужно вязать вот этот вот круговой ряд вот до этого маркера но смотрите немецкий способ укороченных рядов мы вяжем с вами вот эту первую петлю мы снимаем нить заводим за работу натягиваем получаем такие две ножки дальше вы помните по теории нам нужно не довязать 4 петли в следующем ряду я вижу эти четыре петли изнаночными это также входит в счет вот 1 2 3 и 4 теперь я здесь на вешу желтенький маркер что обозначает этот маркер я вам неоднократно объясняла если он вам не нужен то можете не навешивать когда мы будем вязать 3 поворотный третий ряд лицевой мы вот здесь вот остановимся и повернем вязание на изнаночную сторону на 4 а сейчас мы продолжаем просто вязать изнаночными петлями изнаночный ряд но не забываем выполнять убавление по линии реглана сейчас я вам этот момент покажу вы видите что мы вернулись к началу нашего ряда здесь у нас регланная линия мы выполняем убавление вот эти две петли мы должны провязать изнаночной скрещенной я их разворачиваем вот таким вот образом разворачиваю и провязываю изнаночной скрещенной вот так вот за задние стенки можно просто взять эти петли развернуть навесить обратно на спицу и провязать точно так же но мне так удобнее быстрее ниточку лучше натягивать чтобы ничего тут не было поменьше дырок теперь это маркер начала ряда мы его перевешиваем и здесь мы выполняем еще одно убавление провязывая 2 вместе лицевой с наклоном влево провязали и дальше мы с вами вяжем изнаночные петли в изнаночном ряду если вы не забыли то мы с вами их вяжем до следующей регланной линии где она я вам сейчас покажу мы с вами все это досконально провяжем все вместе девочки вы заметили что я вяжу изнаночный ряд по схеме узора если вы также как и я вяжите узор то пожалуйста обратите на это внимание если же кто-то вяжет просто лицевой гладью то тогда вяжите просто изнаночные петли и так мы довязываем до второй линии рекламы вот она вот эта петля нам нужно провязать 2 вместе лицевой и изнаночной скрещенной я эти петли разворачиваем провязываю изнаночной скрещенной выполнила первое убавление в рекламной линии и теперь второе маркер перебросила и здесь я вяжу 2 вместе лицевой с наклоном влево изнаночной простите так дальше я опять-таки вяжу вперед это у меня период петли переда мне нужно довязать вот до этого маркера если вы помните сейчас я буду также вязать по узору сейчас я тут определюсь вот он мой узорчик я вяжу просто по схеме узора но с изнаночной стороны если с лица я вязала лицевыми петлями то здесь я вяжу изнаночные мы довязали до маркера здесь у меня изнаночная петля это обязательно должна быть изнаночная петля в изнаночном ряду теперь я поворачиваю вязание на лицевую сторону и здесь уже смотрите поскольку давайте я вам еще раз объясню чтобы вы поняли сначала рядом мы вязали по схеме узора лицевой ряд но как бы продолжили мы вязание уже с изнаночной стороны и опять таки провязали по схеме узора значит схема у нас уже провязана то есть мы сейчас должны вязать изнаночный ряд что это значит что мы все эти петли провяжем лицевыми но для начала вот эту петлю мы переснимаем натягиваем на себя нитку образуем петлю с ножкой и вяжем еще раз два три три петли и навешиваем желтенький маркер следующем изнаночном ряду то есть он будет как бы лицевой но с изнанки понимаете да но это для тех кто вяжет по схеме узора для тех кто просто вяжет гладью это не обязательно смотрите вот здесь вот мы повернем вязание на изнаночную на лицевую сторону вот в этом месте и будем вязать уже следующий ряд то есть четыре петли нам нужно будет не довязать вот раз два три четыре все понятно да тут же ничего сложного нет теперь мы вяжем лицевыми петлями весь вот этот вот ряд смотрите внимательно до линии реглана вот этот накид мы провязываем вот таким вот образом 2 петли мы здесь вывязываем и дальше продолжаем наше вязание